За 20 лет, пока я имею отношение к медицине, я смотрю на гипертоническую болезнь и атеросклероз. И вижу одно. Это самый изощренный убийца людей. Лекарств становится больше, осложнений становится больше. Люди болеют все чаще и чаще сосудистыми проблемами. И, например, мне здоровому от этих болезней человеку сегодня прийти и задать вопрос, а что делать, чтобы не заболеть? Я не услышу никакого ответа. Я его ищу в Nougabest. Когда речь идет о такой достаточно серьезной проблеме, как атеросклероз в сосудах, это болезнь, закупоривающая просвет сосудов. Правда в том, что ни в одной стране мира такая болезнь сегодня не лечится. Правда в том, что в голове такая болезнь заканчивается инсультами, в сердце инфарктами, в ногах гангрены. Правда в том, что ни одно средство фармакологическое не может ликвидировать эту бляшку. Правда в том, что только хирурги могут вшивать новые сосуды в проблемных местах. Есть еще одна правда, о которой мало знаю. Правда в том, что если мы сможем вернуть утраченные капилляры стенки сосуда, мы избавим сосуд от атеросклеротической бляшки. Виноват во всем не холестерин, который считали виноватым в течение 20 лет и больше. Виноваты капилляры, которые организм утратил по причине курения, старения, сахарного диабета, зашлакованности, гипертонии, стрессов и так далее. Капилляры вернуть своим сосудам можно одним очень интересным способом, который называется прижигание. Но здесь необходимо знать несколько моментов очень важных. Воздействие прижигания на человека, который имеет проблемы с сосудами. Как применять прижигание? Законов несколько. Первое. В этом случае человек, используя прижигание для оздоровления своих сосудов, должен понимать, опасным для такого вот человека является невысокая температура, а опасным является количество тепла. Много тепла это то, что вредно. То, из-за чего сердечная сосудистая система может выйти из строя. Высокая температура не опасна. Но, первое. Высокую температуру надо разложить на маленькие порции. 10-15 минут воздействия. В течение дня 6-8 раз. По 10-15 минут. Вы не перегреваетесь. Но успеваете воздействовать прижиганием для того, чтобы вернуть капилляры в свои сосуды. Оздоровление, что должны вы понимать, наступает и через 150 часов прижигания. Иначе говоря, накопили 150 часов, вы имеете возможность уже не принимать таблетки от гипертонии. У вас давление нормализуется, боли сердечные проходят, кровоток в ногах восстанавливается, возвращается кровоток в головном мозге. 150 часов, ориентир. Чем быстрее вы его накопите, тем быстрее наступает выздоровление от атеросклероза. Болезнь течет своим ходом. Прижигание вы нарабатываете своим ходом. И если темп, как развивается болезнь, темп болезни больше, чем ваш темп освоения прижигания, то, скорее всего, что болезнь победит. Если вы прижигание активно нарабатываете у себя, для своего организма, то вы имеете очень хороший шанс победить эту болезнь. Когда ваш темп прижигания обгоняет темп развития болезни. Еще одно важное замечание. Есть хитрость. Прижигание безопаснее, чем дальше оно удалено от головы и от сердца. Особенно это интересует людей, которые принесли недавно инфаркты, инсульты, операции на сердце, кризы гипертонические. Или имеют выраженные проблемы сердца или сосудов головы. В этом случае прижигание безопаснее применять дальше от сердца и головы. На стопах, на голенях. Накапливая свои часы, необходимые для оздоровления от такой проблемы, как атеросклероз. Несколько небольших вопросов я бы хотел ответить, которые чаще всего задают пользователи турманией керамики. Первый вопрос. Заболевания вен нижних конечностей. Есть такая проблема, как варикозная болезнь, есть такая проблема, как тромбофлебит, или посттромбофлебитический синдром, язвы на ногах. В случае венозных заболеваний ног, все, что сказано было о сосудах, правильно. Текучесть крови должна быть хорошей. Для этого турманией керамики с 45 градусов применяется абсолютно без противопоказаний. Прижигание при болезнях вен применяется в том случае, если нет тромбов. Если вены чистые, это можно видеть по УЗИ сосудов, то в этом случае при варикозной болезни прижигание можно и нужно применять. 70 градусов, 65 градусов, 60 градусов прижигание для ног при наличии варикозной болезни. Но замечание следующее. После того, когда вы применили прижигание для своих ног, 1 час не надо эти ноги нагружать. Вы улучшили кровоток в ногах и если только вы будете их после этого нагружать, венам придется работать с затруднениями. Иначе говоря, прижгли свои ноги, 1 час надо отдохнуть. То же самое будет касаться и проблемы называемой геморрой. Это варикозная болезнь, но в прямой кишке. То же самое прижигание и то же самое рекомендация 1 час воздержаться от нагрузки. То есть побыть в горизонтальном положении.